«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Дьяконова Варвара Евгеньевна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук профессор Ран. Окончила биологический факультет МГУ в 1992 году. Кандидатскую диссертацию защитила в 1996-м, докторскую – в 2011-м. Область научных интересов Варвары Дьякновой – нейроэтология, нейробиология, сравнительная физиология, клеточные механизмы поведения, нейротрансмитторы. Участвовала в ряде международных грантовых исследований, стажировалась в Вашингтонском университете в США и в университете Гöttingen в Германии. Варвара Дьякнова – член Международного нейроэтологического общества и Европейского общества нейронаук, член рядколлегии российского журнала когнитивной науки и ряда международных нейробиологических журналов. Автор 114 публикаций, из них одна монография и 61 статья в лицензируемых отечественных и международных журналах. Варвара Дьякнова вновь в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Варвара Евгеньевна. Здравствуйте. В нашу прошлую встречу в этой же студии, в этой же программе речь шла об эпигенетических процессах, имеющих отношение к когнитивным функциям. О пластичности нервной системы вы говорили, рассказывали очень интересные вещи. Сегодня тема наша хоть и затрагивает эпигенетическую регуляцию работы нервной системы, но она все-таки совершенно новая, по крайней мере, для меня она оказалась совершенно новой, и посвящена она новой активно развивающейся области нейробиологии, которая называется поведенческая модуляция. Я так понимаю, что в нашей стране лидером исследований в этом направлении наша гостья является Варвара Евгеньевна. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Нет, я, конечно, не лидер здесь. Я думаю, что просто мы чаще, чем другие, используем этот термин – поведенческая модуляция. Он удобен тем, что он охватывает довольно широкий круг явлений, которые раньше рассматривали по отдельности. Речь идет о том, что поведение может очень сильно влиять на состояние организма. Ну, я дальше расскажу чуть подробнее об этом. Термин сам родился давно, и действительно какое-то время он был забыт. Немногие исследователи вспоминали его и обращались к нему, хотя работали с поведенческой модуляцией по смыслу. Он появился в 70-е годы прошлого века и родился на стыке двух разных областей биологии – это сенсорная физиология и нейроэтология. Я помню, что нейроэтология – это наука, которая изучает нейрональные механизмы естественного поведения животных, поведение, которое соответствует этологии этого вида, экологии, и является видоспецифичным. При этом нейроэтологи стремятся изучать поведение в условиях, максимально близким к естественным условиям обитания животных. И вот оказалось, что очень многие свойства даже первичных рецепторов отличаются, если их изучают в условиях стереотаксиса, как работали классические физиологи, когда животное зафиксировано. Часто оно может быть и анестезировано в такой ситуации. Ну да, обездвижено. Обездвижено. А если те же рецепторы исследовать в условиях более близким к естественным, то оказывается, что полностью меняется представление о спектре чувствительности. То есть, если, например, речь идет о слуховых рецепторах, то может оказаться, что на основе вот этих данных мы делаем не совсем правильные выводы о том, в каком диапазоне животное может слышать. Мы либо занижаем его, либо завышаем, либо вообще оказывается, что там есть некоторые окна. И тогда появилась потребность каким-то образом совместить результаты, полученные в тех и в других экспериментах, и пришли к выводу, что можно использовать вот такой термин, что и те результаты верны, и эти результаты верны, но просто поведение каким-то образом меняет свойства рецепторов, меняет свойства сенсорных систем, и поэтому мы будем говорить о поведенческой модуляции, то есть о том, что поведение может менять свойства сенсорных систем. Но с тех пор прошло много времени, и оказалось, что текущее поведение влияет не только на работу сенсорных систем, оно меняет очень много чего. Если речь идет о довольно сложно организованных животных, таких как человек, приматы, грызуны даже, то оказывается, что текущее поведение может изменить восприятие вообще всего, то, что происходит вокруг, оставляет такие выраженные следы психологические, влияет на принятие решений. С другой стороны, даже такие базовые физиологические функции, как, например, иммунное состояние организма, тоже меняются в зависимости от того, какое поведение реализовывалось чаще или реже. Есть работы, которые показывают, что существенное влияние оказывает поведение в антогенезе и даже может повлиять, вот здесь мы опять возвращаемся к эпигенетике, на характеристики потомков, по крайней мере, первого поколения. И сейчас уже известно, что существуют не только быстрые эффекты поведения, а также отдаленные, и даже, как я уже сказала, наследуемые. Но у нас в конце будет генерационное наследование. Да, мы потом перейдем еще к этому. Поведенческая модуляция оказалась на стыке изучения сразу несколькими областями научными, каждая из которых, конечно, какие-то свои интересы преследует, изучая эту область. Ну, давайте начнем с медицины, поскольку она близка медицинскому каналу. Здесь она называется практически поведенческой терапией. Во всяком случае, целый ряд методов основан именно на поведенческой модуляции. Эти методы предполагают использование тех, на самом деле, естественных механизмов, которые были сформированы и в эволюции позвоночных, и в эволюции человека, для того, чтобы вызвать какие-то благоприятные терапевтические эффекты. При этом, действительно, широко известно применение этой поведенческой терапии. И сомнологи, и сомнологи, да, да. И очень много, скажем, легкие формы депрессии хорошо лечатся поведенческой терапией. Нейробиологию, конечно, интересуют механизмы. И здесь, если говорить о стыке нейробиологии и медицины, почему им интересно и полезно взаимодействовать? Потому что в медицине не всегда можно применить поведенческую терапию. Но мы знаем, например, что пациент может быть обездвижен, а ему было бы хорошо побегать. Вот если мы знаем, какие механизмы реализуют благоприятные эффекты того же бега, если мы знаем, какие химические сигналы при этом выделяются, то, по идее, на этой основе действительно можно разрабатывать и новые фармакологические методы, которые будут замещать поведенческую терапию, которая оказывает вот такие благоприятные эффекты тогда, когда ее можно использовать. С другой стороны, конечно, далеко не все, не все те виды поведенческой модуляции, которые есть у человека, мы можем изучать на животных. У человека, на самом деле, арсенал гораздо шире, потому что это и музыцирование, например, да, мы не можем изучать, как это работает. А это работает очень хорошо. Да, и очень много других можно привести к примеру. Но есть и некоторые древние формы поведенческой локомоции, которые представлены, как я сегодня буду рассказывать, практически у всех живых организмов. Вот их, по-видимому, можно изучать именно с точки зрения того, что это исследование на модели, что те данные, которые будут получены на других организмах, могут найти и прикладное значение в медицине. И в первую очередь здесь, конечно, речь идет именно об интенсивной локомоции, к которой я потом вернусь. Биология развития интересует вот этот аспект влияния поведения на развитие, на антогенез, также продолжительность жизни. Это все тоже относится к биологии развития. И, конечно, эпигенетическое наследование. Интегративная биология ставит вопрос о биологическом смысле. А зачем вообще? Зачем это существует? Почему поведение должно оказывать какое-то влияние? Не просто как обратная связь. Вот что-то сделали и поняли, что сделали мы хорошо, и успокоились. Вот что-то гораздо более существенно происходит, как, я надеюсь, мне удастся сегодня показать. Вот зачем это? В чем биологический смысл? Да, почему это вообще сформировалось в эволюции и человека, и животных? У тех, у кого это есть. Ну и сейчас уже даже эволюционная биология подходит к этим вопросам, потому что эволюционные биологи осознали, что все-таки, возможно, роль поведения, если не недооценивается в эволюционных процессах, то, во всяком случае, действительно очень мало изучено. Если речь не идет о том, что наследуются какие-то признаки благоприобретенные, то хотя бы может ли поведение, например, каким-то образом менять фенотипическое разнообразие, каким-то образом сужать проявления, то есть определять фенотипы, и тогда мы понимаем, что отбор уже пойдет в рамках, скажем, каких-то более узких коридоров, какое-то влияние окажет на дальнейшую эволюцию. Вот это вопросы тоже связаны с поведенческой модуляцией, но которые уже затрагивают эволюционную биологию. А вот здесь уже план моего сегодняшнего рассказа. В первой части я хочу рассказать подробнее о самом явлении, но мы его сузим до влияния вида специфичной интенсивной локомоции. То есть у человека это бег, у других видов животных это могут быть другие формы локомоции, но вот здесь показан, да, сверчок, у насекомых это полет, самая энергоемкая форма локомоции. Во второй части мы поговорим о том, что известно на сегодняшний день, о возможных механизмах такого влияния поведения, на поведение, состояние и так далее. И в третьей части вот как раз о эпигенетическом трансгенерационном влиянии. Снова возвращаемся к медицине. Вот начиная с 2009 года, на самом деле, конечно, даже и раньше, но вот этот обзор, который оказался очень ярким, на него все ссылаются, его помнят. Упражнение мозг. Есть над чем поразмышлять. Исследование Праг вёл в основном на грызунах. Он обнаружил, что бег и в колесе, и свободный, и вызванный, вызывает нейрогенез, гиппокампия. То есть появляются новые нейроны. При этом улучшается память. И действительно, эти данные хорошо согласовывались с тем, что в медицине уже было накоплено очень много результатов, которые свидетельствовали о том, что при довольно разных заболеваниях нервной системы повышение двигательной активности оказывается благоприятным, оказывает терапевтическое влияние. Вот здесь, поскольку это не моя область, я привела только обложки журналов для того, чтобы показать, в каких областях применяется и изучается влияние двигательной активности такой поведенческой терапии. Но на самом деле не только при болезнях проявляются какие-то благоприятные эффекты вот такой двигательной активности, интенсивной локомоции. Показано, что и у здоровых людей, и у здоровых грызунов больше всего работы проводили на них до определенного времени. Такое приводит к тому, что у людей повышается творческая активность, облегчается принятие решения, снижается тревожность, поведение становится более целенаправленным. И у грызунов. Во-первых, опять подтвердили активацию нейрогенеза. Вот здесь уже показано. Вот если мы посмотрим, здесь зеленым светятся новые нейроны. Показано. И это у бегунов. А это у... Гиппокамки. Да, а это у тех мышек, которые не двигались, сидели. Что интересно, появилось некоторое уточнение в 16-м году, которое говорило о том, что бег, он не просто облегчает запоминание новой информации, обучение, но он облегчает истирание старой. То есть это какая-то такая интересная форма, которая позволяет переписывать память. И нам это важно, потому что, когда я перейду к возможному биологическому смыслу, вот это облегчение запоминания нового и забывания старого, оно имеет значение для этого обсуждения. Таким образом, оказалось, что не только у больных, но и у здоровых организмов проявляются такие эффекты. А в чем адаптивный смысл? Ну, существует мнение антропологов, которые действительно внимательно изучали эти эффекты и связывали с эволюцией именно человека. Прежде всего, и с анатомией человека, с тем, что человеческое тело по своей биомеханике идеально приспособлено к умеренно интенсивной нагрузке, такой как бег на длинные дистанции. И второй момент, который часто подчеркивается, это то, что охота, она здесь приведена на рисунке, это соединение и физической, и когнитивной активности, и поэтому связь могла сформироваться именно в эволюции древнего человека, и она сохранялась. Ну, в общем, без ног, приспособленных к бегу, не было бы эволюции такой, какой мы себе ее представляем. Да, вопрос в том, зачем еще активировать когнитивную, когнитивную функцию. Чтобы лучше охотиться. Да, да, ведь тут еще какой вопрос возникает. Интенсивная локомоция – это большие траты энергии, а когнитивная активность – это тоже очень серьезные затраты организма. Мы знаем, что мозг употребляет больше всего энергии. Вот зачем это нужно? И поэтому было много разных спекуляций на эту тему, почему это и появилось. Есть, например, вообще точка зрения, я, кстати, думаю, что она вполне правильная, что вообще, когнитивные функции начали развиваться в эволюции, тогда, когда появилось движение. Когда у нас появились первые многоклеточные организмы, которые были способны двигаться и таким образом сталкиваться с новой средой, вот тогда и стали формироваться вот эти функции, связанные с обучением, памятью, с необходимостью запоминать и так далее. То есть не только человеческая эволюция. Конечно, говоря о человеческой эволюции, нельзя не вспомнить в этой связи Николая Бернштейна, который практически всю свою жизнь посвятил изучению физиологии движения. И вот что важно, он действительно говорил о физиологии активности. И эта активность, она предполагала не только двигательную активность. То есть здесь тоже речь шла о некоторой связи и психической, и психологической активности, и двигательность. И что очень интересно видеть сейчас в его работах, это вот вторую фразу, которую я здесь провела, это то, что осознанная внутренняя программа поведения. На самом деле, я могу добавить, что, по-видимому, не только осознанная, потому что у организмов, которых, в общем, мы не уверены в существовании сознания, тоже существуют такие модели потребного будущего, а само действие происходит в виде кольца, то есть имеет некоторую замкнутую структуру. Всё это действительно предугадывание тех реальных механизмов, которые были потом обнаружены. То есть это и работа центральных генераторов паттерна, о которых я ещё буду говорить, и представление о том, что вся деятельность связана с предугадыванием будущего. То есть это попытка приадаптироваться, угадать, представить то, что должно будет происходить на следующем этапе. Но стало интереснее в начале этого тысячелетия, когда стало понятно, что на самом деле влияние вида специфичной интенсивной локомоции это явление не специфичное только для позвоночных, то есть людей, грызунов, на которых это было изучено. Вот на этом слайде, здесь зелёным, обведены те крупные группы животных, на которых в настоящее время ведутся исследования по тому, как влияет видоспецифичная локомоция, интенсивная локомоция на их поведенческое состояние, работу мозга, нейронов, иммунные системы и так далее. Оказалось, что если мы посмотрим на те эффекты, которые найдены к сегодняшнему дню, вот, кстати, первый обзор наш, он вышел только в 2022 году, и это первый обзор по беспозвоночным, то мы увидим здесь довольно много сходства с тем, что известно для позвоночных. Вот на этой схеме как раз представлены эти представители четырёх, на самом деле, если мы возьмём ещё, добавим сюда хордовых, которые здесь отсутствуют, то это четыре типа, четыре крупных таксона животных, среди которых, среди первичных ротах, вот изученные членистоногие, нематоды, плоские чарки и моллюски. У дрозофила показано, что двигательная активность, вот здесь синим показано всё, что улучшается, а красным то, что снижается. Значит, повышается выносливость, улучшается сон, вот то, что у человека, да, представляете, у муха всё то же самое. Что интересно, обнаружили даже, что продолжительность жизни увеличивается у тех мух, которые тренировались. А тренировались они и в полёте, и создавали им такие условия для вертикального ползывания, да, у них есть такой инстинкт, они должны всё время двигаться вверх, если есть возможность, и им позволяют вползти, а потом снова переворачивают, и они ползут наверх снова, и так тренируются, пока... Пока не упадут. Пока экспериментатор не решит, что достаточно. Да. Вот у насекомого другого сверчка это был полёт, и про него я расскажу отдельно. Здесь тоже повышается агрессивность, ориентация в новой среде, и снижается тревожность. У нематоды тоже всё очень красиво, показано облегчение обучения и памяти, тоже увеличивается продолжительность жизни. Целый ряд нейродегенеративных болезней, ну, наверное, все знают, что C-Elegance – это замечательная модель, и существует много линий этих животных, которые имитируют некоторые нейродегенеративные болезни. Это и Альцгеймер, накопление ТАО. Да, вот на всех трёх моделях, которые были изучены, показано, что плавание оказывает такие благоприятные эффекты, и животное практически можно даже вернуть к нормальному фенотипу. И в плане их двигательной активности, и в плане обучения. Очень красивая работа, сделана только на C-Elegance, показана на изолированном отдельном нейроне, что ускоряется регенерацией нервов. Сейчас я как раз перейду к слайду про C-Elegance. Вот, собственно, здесь более подробно рассказано всё, что было сделано на C-Elegance, и работа, которую я уже сказала, о том, что у животных, которые плавали, вот здесь показано, как происходили эти эксперименты, перерезался один единственный аксон, и затем смотрели, как он будет регенерировать у контрольных животных, которые не плавали, и у тех животных, которые после перерезки этого аксона плавали. Ну и оказалось, если коротко, что регенерация происходит и быстрее, и более точно. То есть ещё, что интересно, находятся точнее, правильнее мишень. Поведенческая тоже восстанавливается, составляющая быстрее, но, пожалуй, самое красивое, что была найдена молекула, которая может отвечать вот за этот эффект плавания. Это оказался такой клеточный сенсор энергии, агонистом которого является метформин. То есть можно просто плавание заменить на инъекцию метформина, и регенерация ускоряется. Метформина, кстати, геронтологи любят экспериментировать, продлевают жизнь как бы. Вот, вот, вот. Но вот на этой картинке показано просто, что если мы блокируем этот путь, связанный как раз с путём, который активирует метформин, то эффект плавания не проявляется. То есть, в общем, действительно этот эффект проверенный. Зверчок прекрасен тем, что, собственно, на нём впервые была высказана гипотеза о том, какой может иметь биологический смысл эта интенсивная локомоция. Для меня это был первый объект, который заставил меня заинтересоваться самим явлением. Потому что такое кратковременное влияние полёта настолько сильно меняет состояние организма, поведение, все внешние проявления, что кажется, что перед вами просто совершенно другое животное. Да, вот здесь генетика. То есть, вот заставляет задуматься о том, насколько сильны эти влияния чистой нейромодуляции. Первая работа вышла в Нэйче, и она была очень простая, очень короткая. И вот о чём. У сверчков есть межсамцовые драки. Один побеждает, другой проигрывает. У них меняется поза. Вот тот, который выиграл, становится высоким. Этот низкий, низкий, он прячется в углах, там долго сидит, он всего боится, он не ухаживает за самкой, он не активен. Но можно взять этого проигравшего сверчка, дать ему полетать. Причём самое интересное, что минимальный эффект уже через 10 секунд. А если давать летать больше, то эффект будет усиливаться. Вот максимальный, который нашли при трёх минутах полёта. И после этого он не просто снова дерётся с доминантом, а он ещё и побеждает. Дальше это явление, конечно, стали изучать очень активно со всех сторон. Казалось, что не только он усиливает агрессивность, он снижает ещё пугливость, он активирует, он это полёт, активирует ухаживание за самкой, повышает частоту спаривания, и, как мы недавно показали, облегчает ориентацию в новой среде. Вот эта работа уже сделана на самках. Что здесь мы делали? Здесь такая большая арена, в которую помещается вот сюда сверчок в открытом домике, в открытом контейнере, из которого он может выйти, если хочет. Это самка сверчка. А вот здесь за ширмой находится динамик, который транслирует призывную песню самца. И смотрели, как будут вестись осанки контрольные, с которыми делали всё то же самое, что и животными, которых заставляли летать, но только они не летали. И вот видите, уже на первых шести треках, это наложение треков шести животных, мы видим, какое колоссальное отличие между ними. А вот здесь уже по 35 животных собрано такую тепловую карту, на которой чем ярче цвет, то есть коричневый цвет, это уже максимальное время нахождения в точке, и это контрольное распределение. А вот здесь после полёта мы видим, что практически все животные собираются здесь, около этого динамика. У них треки по арене не распределяются, они все бегут к динамику. Ну и, соответственно, статистические различия в такой ситуации тоже огромные. И этот объект прекрасен тем, что именно на нём была впервые сформулирована гипотеза, которую, как нам кажется, можно адаптировать, экстраполировать и на другие виды. На сверчке предположили, что весь этот спектр поведенческих эффектов полёта, который наблюдают, он был бы адаптивен при попадании животного в новую среду, на новую территорию, на которую есть резиденты, которые очень агрессивны, и с ними надо драться. В новой среде много всего незнакомого и нового, и нужно активировать обучение, память и ориентацию, чтобы всё это запомнить побыстрее для того, чтобы выжить. В новой среде желательно оставить побольше потомков, потому что шансы самого животного всё-таки в незнакомой среде всегда снижены по сравнению с резидентами. Ну и понизить тревожность тоже было бы неплохо. Вот исходно эта гипотеза действительно была сформулирована только в отношении вот этого вида сверчка, у которого действительно существуют территориальные полёты. В самом начале его антогенеза, как только появляются крылья, животные совершают небольшие перелёты, как правило, перед размножением. Нам показалось очень интересным посмотреть на совсем другом животном, будет ли как-то влиять интенсивная локомоция, и увидели мы какое-то сходство в том, как проявляется затем эффект интенсивной локомоции в новой среде, в поведении, связанном с ориентацией и репродуктивном поведении. Что здесь мы делали? Почему мы взяли этот объект? Не только потому, что это другой объект, а потому, что это излюбленная нейробиологами клеточная модель для изучения поведения. У моллюсков огромные нейроны, с которыми очень удобно работать, которые можно изолировать, и сейчас уже можно делать на них, и на отдельных нейронах можно связывать электрическую активность с изменением экспрессии генов, например, на уровне одной клетки, что действительно фактически уникальная модель на сегодняшний день. Что мы делали? Животные помещали в такие условия, где низкий уровень воды, и такой низкий уровень заставляет улитку, во-первых, больше ползать, потому что это не оптимальная для нее среда, и ей хочется вернуться в глубокую воду. А кроме того, такое движение сопряжено с большими тратами мышечными. Ей приходится интенсивно подтягивать раковину. То есть она действительно тренируется, как в фитнес-клубе. А затем ее помещали на совсем сухую поверхность, вот в такую среду, это арена, в которой было освещение с одной стороны, а снизу стояла камера и регистрировала поведение. После интенсивной локомоции как менялось поведение животных вот в этой новой среде? Они, во-первых, начинали быстрее что-то делать в этой среде, то есть они активировались раньше, чем те животные, которые не тренировались. Они быстрее принимали решение, и это проявлялось в том, что в контроле, видите, животные долго вращаются в центре, куда их сажают. Они долго принимают решение о том, куда бы им пойти и как вообще выбраться из этой ситуации. После интенсивной локомоции решение принимается быстро. Да, мы не видим здесь долгих вращений. Интересно, что и скорость локомоции, несмотря на то, что животные, казалось бы, устали, вот нет, они продолжают двигаться гораздо быстрее, чем вот эти контрольные животные. Ну и они быстрее добегают до границы. То есть, действительно, мы увидели некоторое влияние, которое, вообще говоря, похоже даже с тем, что описано у позвоночных, потому что у них тоже облегчается принятие решения и снижается тревожность. Да, и, кстати, улитки эти становятся менее пугливыми. Если их напугать тенью, то они меньше времени проводят в раковине после этого. А вот в 1923 году мы показали, что такая интенсивная локомоция к тому же стимулирует репродуктивное поведение у улиток. То есть, они после двух часов интенсивной локомоции откладывают и больше яиц, и больше кладок. Естественно, улитки – это клеточная модель, поэтому посмотрели, как меняется состояние нейронов, связанных с выработкой гормона овуляции у этих животных. И оказалось, что после интенсивной локомоции у нейронов повышена возбудимость. То есть, они генерируют больше спайков в ответ на возбуждение, чем нейроны животных, которые не тренировались. Это влияние еще и зависит от сезона, что согласуется с биологией. Но к чему я все это веду? К тому, что, возможно, есть некоторое универсальное объяснение этих эффектов, которые можно применить к животным очень далеким друг от друга в эволюционном отношении. Но предполагают, что вот эта связь между интенсивным движением и возможностью, только возможностью, да, оказаться в новой среде, была настолько важной, что она закрепилась. И вот все те механизмы, которые активируются уже во время локомоции, которые проявляются еще и после нее, изменения в поведении, они могут быть связаны с тем, что это подготовка организма к попаданию в новую среду. То есть вот все эти проактивные формы поведения, которые усиливаются после интенсивной локомоции, они действительно благоприятны были бы, если бы животное оказалось в незнакомой среде. То есть это исследование новых территорий, агрессия, ухаживание, обучение нового, и вот то самое забывание старого, потому что действительно в новой среде полезно переписать, если у нас ограничены ресурсы, то полезно переписать старое и записать новое ориентацию в новой среде, снижение тревожности. Это то, что было про само явление, коротко рассказала о нем, но, наверное, те, кто работает, скажем, с бегом на позвоночных, могут рассказать гораздо больше всего. А теперь о механизмах. Здесь будет три части, и они соответствуют тому, как быстро проявляются эффекты и насколько они сохранены. Значит, в первую часть мы поговорим о таком явлении, как нейромодуляция, и о том, что связано оно с некоторым, к тому же, изменением базовых представлений в нейробиологии, связано с тем, что в нервной системе нейротрансмиттеры выделяются далеко не только в синапсах. Интересно, что впервые и очень предположительно связь между поведенческой модуляцией и нейромодуляцией было высказано еще... Предположение об этом было высказано еще в 79-м году. Вот я специально перевела на русский язык эту цитату, что действительно данные, полученные на беспозвоночных, они позволяют предположить, что нейромодуляция отвечает за поведенческую модуляцию. То есть влияние поведения, скажем так, на все остальное, оно связано с тем, что поведение каким-то образом меняет содержание нейромодуляторов в нервной системе, и, возможно, не только. То есть не наоборот, как можно было ожидать? Нет, все как бы взаимосвязано. То есть влияя на содержание нейротрансмиттеров, поведение приводит к тому, что меняется и поведенческое состояние, и реализация других поведенческих программ. То есть если не бояться тавтологии, то мы говорим о чем? О том, что поведение влияет на поведение. Поведение влияет на последующее поведение. Вот она, эта связь. Она действительно была показана. То есть у сверчка показали, что во время полета возрастает содержание октопамина в гемолимфе, причем очень существенно, там почти в сто раз увеличивается. И октопамин может имитировать влияние полета на агрессию, если мы вводим октопамин. С серотонином похожая история показана для моллюска. Мы показали, что серотонин может воспроизводить некоторые эффекты интенсивной локомоции у продавиков. Например, увеличение скорости перемещения, и действительно серотонин повышается после интенсивной локомоции. Для человека и для позвоночных, наверное, лучше все-таки говорить о грызунах пока более аккуратно, но известно, что целый ряд внутримозговых нейромодулирующих систем активируется. И это серотониновая система, дофаминовая сигнализация. Там есть некоторые различия по динамике, но если говорить грубо, то эти системы активируются. Это системы, связанные с нейротрофическими факторами, эндокономиноидами, эндорфинами. И для тех, кто в области работает, все вот эти перечисления, оно очень хорошо согласуется с теми поведенческими эффектами, как разбега, которые известны. То есть эндорфины – это удовольствие, эндокономиноиды – подкрепление, эндофамин – целенаправленность, теротонин – снижение тревожности, если грубо. Нейротрофические факторы – это, конечно, связано и с памятью, и с обучением. И было показано, кстати, что нейрогенез сам по себе без мозгового фактора роста не вызывает таких изменений в способности к обучению, как бег. То есть одного нейрогенеза недостаточно. Если не будет нейротрофического фактора, то не происходит облегчения обучения и память не улучшается. То есть у человека, да, на сегодняшний день уже совершенно уверенно можно говорить о том, что, да, нейромодулирующая система за этим стоит. Но каким образом влияют эти нейромодуляторы? То есть трудно себе представить, что вот как-то изменение только синаптической секреции может вызывать такие эффекты. И действительно довольно рано стали предполагать, что это может быть связано с изменением, прежде всего, несинаптической секреции нейротрансмиттера, так называемой объемной передачи. Вот здесь из последней статьи 21-го года иллюстрация, которая показана очень грубо. Три основных типа секреции. На самом деле между ними не существует, по крайней мере, между вот этими двумя, не существует таких четких переходов. Существует, все же определяется расстоянием, на самом деле. И определяется тем, как ведет себя глия, которая может либо закрывать вот эту синаптическую щель и не давать нейротрансмиттеру отсюда вытекать, либо ее не закрывать. Тогда трансмиттер может вытекать, и тогда, конечно, вот этот нейрон отреагирует быстрее, и мы увидим практически синаптические эффекты. Но здесь могут быть соседние нейроны, которые все равно этот трансмиттер услышат. Долгое время в нейробиологии обсуждали, как же вообще мозг устроен, я немножко скажу. И вот ту точку зрения, которую я сейчас... И продолжают обсуждать. И продолжают обсуждать. И будут обсуждать. Да, да. Ее отставил Дмитрий Антонович Сахаров. О том, что синапс – это просто один из вариантов нейрональной секреции. Причем это ее предельный случай, когда очень-очень локально, очень быстро и очень ограничено. Но существует огромное количество промежуточных вариантов между объемной передачей и синаптической. Вот два известных исследователя, которые всю жизнь практически посвятили объемной передаче, это Джейль Фукс и Луиджи Агнати, они рассматривали нейромодуляцию как некоторое особое дополнительное явление, то есть рассматривалась некоторая синаптическая щель, которая помещена в такой нейромодулирующий суп. Алексей Семьянов, его работа я уже рассказывала, не ссылаясь на него, он как раз и показал роль глии, которая регулирует фактически эту синаптическую щель, делая ее либо закрытой, либо открывая ее. То есть, собственно, формируя эту границу между синаптической передачей и объемной несинаптической передачей. Сейчас существует уже много хороших методов современных для того, чтобы можно было изучать эту несинаптическую секрецию нейротрансмиттеров. В нашей лаборатории используется метод, который основан как раз на том, что целый нейрон используется как биосенсор. Какие здесь плюсы? Плюсы в том, что мы сразу видим, функционально это или нет. Насколько то изменение секреции трансмиттера, объемное, а не синаптическое, которое мы видим, насколько оно значимо для работы нейрона. Будет он на него реагировать или нет. Вот картинка уже как раз. Здесь можно познакомиться с тем, как выглядят нейроны моллюска, большого прудовика. Это вот такие огромные, красивые, оранжевые. В них электрод. И вот метод изоляции, подготовки такого биосенсора. Электрод вводится в нейрон. Тихонечко нейрон механически, нервная система изолируется. Вот у него такой длинный-длинный хвост. Здесь, наверное, не очень хорошо видно. Но вот с таким хвостом. И поскольку нейрон находится на электроде, то можно регистрировать и контролировать его активность в течение всего времени изоляции. То есть до того, как он был изолирован в мерной системе, вот момент изоляции. А вот это уже полностью изолированный нейрон. Он, как вы видите, живой. Он генерирует спайки. Да, активность снижается. Это естественно, потому что в ганглии на него много чего еще влияет. Но это совершенно живой, полноценный, хороший нейрон. А вот сам метод, который основан на том, как изучать изменения объемной секреции. Вот здесь показаны три изолированные нервные системы от улитки. Две из них, вторая и третья, это контрольная и экспериментальная. То есть это животные, которые находятся в разном поведенческом состоянии. Допустим, одна голодная, другая сытая. Или одна нервная система после интенсивной локомоции взята улитки, другой после покоя. И первая нервная система используется просто как донор вот таких изолированных нейронов, нейронов-биосенсоров. И вот метод основан на том, что такой изолированный нейрон подводит к той области нервной системы, которая нас интересует. В данном конкретном случае нас интересовала область серотонина. Эргических нейронов вот здесь, в педальных ганглиях. И мы вот здесь видим, что в нулевой позиции нейрон находится здесь, далеко от ганглиев. Он не слышит никакого химического влияния. А когда мы подводим его к ганглию голодной улитки, мы видим, как сильно меняется его активность, возрастает частота, затем его снова отводят в нулевую позицию. А вот здесь уже изменения около ганглии сытой улитки. И мы видим, что здесь совершенно другая нейромодулирующая среда. То есть секреция совсем иная. И нейрон реагирует по-другому. Это хорошо воспроизводимо. И на разных биосенсорах похожая картинка получается. И при повторении подводов. Хочется спросить, как вы это делаете? Ну вот я и рассказала, да. И хорошо согласуется со старыми работами, которые показали, что как раз состояние голода можно имитировать тем, что мы повышаем содержание серотонина, используя его предшественник. Кстати, если мы нальем сытой улитке предшественник серотонина, то она тоже начнет секретировать больше серотонина. И вот здесь эффект тоже усилится. Это Илья Чистопольский показал в свое время. Но и в поведении эти эффекты тоже видны. Вот смотрите, здесь такая забавная ситуация с выбором того, как улитка будет реагировать на незнакомый объект. Здесь перед ней бросают какой-то новый предмет. И в ее репертуаре есть реакция, которую можно разделить на избегание, когда она меняет направление движения, уходит. Либо она обходит этот новый предмет. Но бывает, когда улитка с удовольствием подползает, начинает его ощупывать, пробовать и так далее. И вот это поведение исследования, оно как раз выражено у голодных животных очень хорошо. Оно доминирует. Почти 80% улиток в такой ситуации будут интересоваться тем, что перед ними неожиданно свалилась вода. А вдруг это еда? Именно, да. И точно так же себя будут вести сытые животные, которым повысили содержание серотонина. То есть, по крайней мере, вот эти поведенческие работы хорошо согласуются с этим. А вот здесь мы вернемся к тому, как же все-таки движение устроено. То есть тут я немножко рассказала о том, как голод влияет, а сейчас мы вернемся к интенсивной локомоции. Для того, чтобы рассуждать на эту тему, конечно, нужно знать, как само по себе движение делается. И для этого нужно вспомнить о существовании центральных генераторов в паттернах, которые существуют практически у всех известных, по крайней мере, исследованных на сегодняшний день объектов. Вот они здесь представлены, на самом деле это даже шире. Что это такое? Это вот те самые замкнутые структуры, о которых, возможно, так хорошо говорит Берштейн. Да, вот они действительно существуют. Это действительно замкнутые ансамбли нейронов, которые умеют генерировать эндогенную активность и умеют генерировать программу поведения, независимо от каких-то внешних воздействий. То есть они будут адаптировать это поведение под внешние воздействия, но эти внешние воздействия не являются необходимыми для того, чтобы они работали. То есть такая матрица как бы… Да, это поведенческая матрица, которая будет работать в соответствии с моделью будущего, которую животное пытается воссоздать, представить. И это не обязательно только сознательная модель будущего. Она на биологическом уровне тоже проявляется. Да, вот, собственно, чем это отличается от генерации движений на основе рефлекса. Вот здесь как раз приведены две схемы, которые описывают генерацию движений на основе рефлекса, где есть сенсорный нейрон, моторный нейрон, обратная связь и некоторые интернейроны, которые переключают. Вот на основе центрального генератора здесь есть некоторое центральное звено, замкнутое на себя группа нейронов. И все то же самое она будет делать. То есть тот же самый коленный рефлекс, он хорошо объясняется и при наличии центрального генератора паттерна. А вот эндогенная локомоция, не вызванная ударом молоточка, она объясняется только существованием центральных генераторов паттерна. Это важно. Но о них уже сейчас очень много всего известно. Известно, что они, как правило, мультитрансмиттерны, что они умеют перестраиваться под воздействием вот этой самой нейромодуляции, разнообразной химии, которая приходит и с периферии, и от центральных нейронов, связанных с мотивацией, и от сенсорики. То есть здесь колоссальная нейромодуляция, все это очень хорошо изучено. И эти центральные генераторы не просто генерируют какую-то одну программу, а под воздействием вот этой нейромодулирующей химии они умеют перестраиваться. Ну, например, животное может менять алюх, когда оно бежит. Вот о чем это. И вот одна из гипотез заключалась в том, а не может ли нейромодуляция включать в себя несинаптическую секрецию из самих центральных генераторов паттерна. Ведь чем больше они работают, тем больше будет секретироваться тех трансмиттеров, которые участвуют в генерации этого паттерна. И по идее накопление этих веществ уже может вызывать какие-то эффекты. Нам показалось это очень интересно проверить. Вот здесь снова показан тот же самый метод, о котором я уже рассказала, на основе изолированного нейрона. Но в данном случае мы этот нейрон подводили не просто к серотониновым нейронам, которые не участвуют в генераторе, это мото-нейроны были, которые опосредованно только принимают участие. А вот в данной ситуации нейроны подводили непосредственно к центральному генератору паттерна, который умеет генерировать вот такую ритмическую активность. Вот здесь она развернута, и хорошо видно, что это повторяющаяся, хорошо скоординированная активность в разных фазах центрального генератора. Самое главное из этого, что удалось показать, что действительно вот такие изолированные нейроны, они слышат, что происходит в центральном генераторе паттерна. То есть вы видите, определенная фаза совершенно четко детектируется таким нейронам. Кроме того, такой нейрон хорошо детектирует и начало поведенческой программы. То есть вот состояние изолированного нейрона, который был подведен к генератору, до того, как генератор начал генерировать поведенческую программу. И мы видим, что оба нейрона изолированных, они очень хорошо реагируют на это изменение, которое происходит в нервной системе. То есть вполне возможно, что действительно первые этапы вот такого нейромодулирующего влияния могут быть связаны непосредственно с включением самих центральных генераторов, отвечающих за поведенческую программу, за генерацию поведенческой программы. Ну хорошо, это на улитке было, а можно ли говорить о том, что такие же явления существуют на позвоночных? Ну вот, хотя я с позвоночными не работаю, но вот работа 21-го года, посвященная тому, как происходит секреция дофамина, и, собственно, я уже приводила иллюстрации из этой работы. И здесь тоже речь идет о том, что на самом деле очень четких границ между синаптической и несинаптической не существует, что вот эти утечки трансмиттера, они действительно могут происходить, и мы предполагаем, что эти утечки могут иметь значение. Вот таким как бы глобальным выводом из этих работ по изучению того, как может влиять генератор на работу нейронов и механизмов поведенческой модуляции, оказались выводы о том, что вообще мозг – значительно более открытая система, чем предполагали раньше, и что текущее поведение может влиять на несинаптическую секрецию и за счет того, что меняется клеточная ниша других нейронов, которые подстраивают свое поведение под новую ситуацию. Во второй части разговора о механизмах я хочу рассказать о том, что существуют и отставленные эффекты поведенческой модуляции, и они, как мы нашли, объясняются тем, что меняются еще и свойства нейронов. То есть такие базовые свойства, как, например, возбудимость, мембранный потенциал и так далее. То есть некоторые биофизические характеристики. Вот на той же самой модели с интенсивной лакомоцией, о которой я рассказала, мы изучали серотониновые нейроны, о которых тоже шла речь уже. Вот здесь они показаны, как они выглядят. Это целый кластер серотониновых клеток, которые, с одной стороны, отростки отправляют на периферию и секретируют серотонин в ногу, в подошву, усиливая тем самым и сокращение мышц, и биение ресничек, которые тоже участвуют в лакомоции у продовика. Но кроме того, эти нейроны активно меняют нейромодулирующую среду вокруг себя, как было показано в опытах с биосенсорами. Что мы посмотрели? Мы посмотрели, как меняется активность этих клеток после бега у улитки. Оказалось, что она повышается, но что интересно, что после того, как нейрон полностью изолировали из этой системы, эти различия все равно сохранились. То есть, очевидно, это различия не объясняются ни синаптическими влияниями, ни несинаптическими. То есть, это уже отличие самих клеток. Мы видим, что после изоляции и контрольный нейрон, и нейрон тренировавшийся, они снижают активность. После изоляции это нормально, но при этом различия между клетками от тренированных и нетренированных животных все равно остаются довольно высокими. Что интересно, что эти различия сохраняются даже через два часа после отдыха, после такой локомоции. То есть, животное уже вернулось привычной среду, а различия между нейронами почему-то сохраняются. В нервной системе они компенсируются, это была отдельная работа, чтобы выяснить, за счет чего это происходит. Но вот было интересно понять, зачем нужно менять эти свойства изолированного нейрона. И я решила не приводить слайды, просто коротко сказать, что вот такие животные после отдыха также быстрее ориентируются в новой среде, быстрее принимают решения и быстрее набирают скорость локомоции. То есть, вот эта память о прошлом поведении, она действительно оказывается адаптивным в случае, если недавняя необычная ситуация вдруг повторится. И животные сохраняют как бы память о том, что было недавно, именно потому что... На всякий случай. На всякий случай, потому что прогноз, потому что то, что было недавно, еще неизвестно, совсем ли оно прошло, было ли оно разовым, случайным, или это какая-то новая закономерность. Конечно, когда мы говорим о том, что меняются биофизические характеристики мы понимаем, что не обойдется без изменения экспрессии генов. Но нам было интересно, конечно, понять не только за счет чего могут происходить изменения биофизических характеристик, но и вообще, что меняется в нервной системе у наших улиток после бега. Какие факторы могут отвечать и за снижение тревожности, за более легкое принятие решений. Вот что мы сделали. Мы посмотрели в трех группах изменения экспрессии генов во всей нервной системе. То есть, это транскриптом то, что называется в совокупности всех рынков. Мы посмотрели сразу после двухчасового бега улиток и через два часа отдыха после бега. И вот здесь по разным осям показаны разные эффекты. Это все по сравнению с контролем то есть с животными, которые не бегали. Значит, о чем говорит нам вот это распределение. Но здесь красным цветом показано то, что активировалось гены, а синим, которые подавились. Во-первых, что мы видим, что через два часа отдыха практически большинство генов, за небольшим исключением, вот здесь есть несколько, они компенсировались. То есть, то, что активировалось во время бега или наоборот, подавилось, активность этих генов уже практически вернулась к контрольному уровню. Но через два часа отдыха мы видим выраженное достоверное изменение огромной популяции генов еще. Это тогда, когда животное уже находится в нормальном состоянии, казалось бы, вот оно вернулось к привычной жизни. Здесь происходит какая-то совершенно другая жизнь, самостоятельная жизнь на генетическом уровне. То есть, вот точки жмута запустился какой-то процесс. Запустился какой-то процесс, совершенно верно. Вот. И что самое интересное, что когда мы сравнили, вот уже функционально разбив эти гены на кластеры, сравнили между собой те гены, которые изменились после отдыха и после бега, то оказалось, что именно после отдыха у нас активируется вот группа генов, связанная с обучением, памятью, когнишем. То есть, неожиданно оказалось, что возможно, вот именно это состояние и является наиболее интересным и перспективным для того, чтобы искать, ну скажем, какие-то молекулы, которые бы отвечали за активацию когнитивных функций. Вот. Не столько не столько сомнений. Вот это очень правильный момент. Нужно какое-то время. На самом деле, нужно не просто время, нужен именно отдых. Почему? Потому что, не привела слайд, но у нас есть данные, где мы заставляли улиток бегать четыре часа. То есть, они были выровнены именно по времени. Вот. И оказалось, что вот эти четыре часа бега, они не дают такого эффекта, как два часа отдыха. Вот они остаются близкими к тем, что мы видели через два часа интенсивной локомоции. То есть, именно возвращение к привычной среде, к возможности расслабиться, не знаю, вот это состояние, оно очень интересно. То есть, мы что-то запускаем, но важно как бы вернуться к привычным условиям и... Дать ему реализоваться. Да. И вот эти бенефициарные эффекты поймать. Я хотела сказать, что на самом деле, конечно, со изменением экспрессии мы работаем не только мы, не только на улитке, и гораздо больше всего сделано на грызунах. Конечно. И результаты, в общем, хорошо очень все согласуются между собой. В общем, все обнаруживают гиперацетилирование гистонов, смещение баланса метилирования ДНК в сторону деметилирования. То есть, некоторое общее повышение экспрессии пластичности эпигеном после бега. Мы сделали недавно обзор, который как раз посвящен этим эпигенетическим изменениям. Если на картинке, то вот, я снова привожу ту же самую иллюстрацию, которая очень грубо, но показывает общий смысл изменения. То есть, хроматин переходит в деконденсированное состояние и повышает доступность ДНК для... Считывания. ДНК Да, 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 да. Что интересно, вот в 21-м году вышла статья, которую я тоже, по-моему, рассказывала уже в предыдущей нашей встрече. Это о том, что обогащение приводит к таким же изменениям. То есть, обогащенная среда также деконденсирует хроматин и предполагается, что именно это связано с облегчением памяти, обучения и так далее. То есть, вот эти эффекты очень похожи и бега, и обогащенной среды. Ну и вот, наконец, трансгенерационное влияние, то есть, влияние на потомков. Есть ли оно? Оно есть. На позвоночных показано. Но, что очень важно для генетиков, по крайней мере, чтобы они не волновались, что в первом поколении оно показано. В втором поколении, если животные не тренируются, эти эффекты уже исчезают. А в первом поколении они сохраняются. Но это предполагает, что если первое поколение тоже будет тренироваться, то, соответственно... В втором. Да, да, да. То есть, если как бы внешние условия, которые заставляют так меняться, экспрессию, сохраняются, то будет продолжаться. Интересно действительно то, что, в общем, передаются первому поколению действительно те же изменения, которые видят у родителей. То есть, на поведенческом уровне это снижение тревожности, улучшение пространственного обучения памяти. У первого поколения не тренировавшегося повышается содержание нейротрофического фактора мозга, фактор роста эндотелия сосудов. Главным образом все это происходит в гиппокампе фронтальной коре. То же самое смещение в сторону деконденсированного хроматина на уровне эпигенетики находят. И эти изменения передаются и по материнской, и по отцовской линии, что интересно. Что за этим стоит до сих пор не очень понятно, но есть работы, которые показывают, что вроде бы не метилирование ДНК, и что вроде бы не очень хорошо получалось с ацетилированием гистонов, по крайней мере, по отцовской линии, а вот микро-РНК, может быть, с микро-РНК есть работы, которые показывают, что микро-РНК могут отвечать за передачу вот этой памяти первого поколения. И у продовиков мы вот тоже сейчас работаем, пытаемся разобраться. Мы нашли некоторое эпигенетическое влияние как раз в плане репродукции. То есть животные первого поколения также у нас оказались более репродуктивными, но вот это еще пока предварительные данные, хотя они оказались очень достоверными. Вот мы сейчас продолжаем с этим разбираться и нам кажется, что это очень хорошая модель для того, чтобы действительно пытаться понять, какие механизмы могут отвечать за эту передачу. Коротко напомню, о чем я успела рассказать сегодня. Вот мы поговорили о самом явлении этой поведенческой модуляции, ее возможном биологическом смысле, тех гипотезах, которые существуют. И во второй части мы обсудили механизмы, которые связаны и с длительностью хранения следа такой интенсивной локомоции и, по-видимому, с регулярностью тоже использования той или иной формы поведения. И среди механизмов мы обсудили не синаптическую секрецию, долговременное изменение состояния нейронов, изменение экспрессии генов, реорганизацию хроматина. Механизмы защиты нейрональной ДНК, да, про это я не сказала. Это пока еще не очень хорошо изученное явление, то есть показано, что активируются антиоксидантные системы. Собственно, почему вообще возник вопрос о том, что будут активироваться механизмы защиты нейрональной ДНК? Это связано с тем, что вот на работах Сейлеганс и Дрозотова показали, что вроде бы интенсивная локомоция активирует когнитивные функции, но при этом увеличивает продолжительность жизни. А на тех же объектах показано, что когда мы стимулируем когнитивные функции, у них продолжительность жизни снижается. И как я говорила в нашей прошлой передаче, действительно показано, что ДНК повреждается при возбуждении нейрональном. Поэтому предполагается, что возможно вот это интенсивное движение, оно будет активировать какие-то системы защиты нейрональной ДНК. Мы тогда говорили, что это эволюционная цена пластичности. Поэтому это вопрос на будущее, но кое-что известно, что действительно активирует система антиоксидантной защиты, это имеет отношение к защите ДНК тоже, но то, что при этом еще может активироваться, например, система ДНК репарации, упреждающая активация, это пока еще не очень хорошо показано. У нас тоже есть предварительные данные, которые говорят о том, что могут активироваться системы, связанные с аутофагией белков, которые тоже при накоплении будут снижать и продолжительность жизни нейронов и могут определять продолжительность жизни, как при многих нейропатологиях. Завидят некоторое влияние. Это направление будущих исследований еще. И в последней части мы поговорили о том, что существует отставленное влияние генсивной локомоции, которая проявляется в измененной экспрессии генов, состоянии хроматина и может передаваться потомкам первого поколения. Я еще покажу коллег. Да, вашу команду. Да, у нас все очень симпатичны. Вот здесь еще трое сотрудников японского университета. вот она как раз очень много работала с изолированными нейронами. И собственно она придумала этот метод, метод изоляции нейрона. Впервые придумала она, это было совершенно случайно, она просто чисто механически потянула электрод и обнаружила, что вместе с электродом пошел нейрон, совершенно верно. А потом и Дмитрий Антонович Сахаров, и она, они подумали, какой же это прекрасный метод, мы теперь можем изучать все на полностью изолированном нейроне, исключая влияние и синаптическое, и экстрасинаптическое. То есть вот просто нейрон в чистом виде, причем он не в культуре, что очень важно, потому что в культуре свойства клеток меняются очень сильно, когда их долго выращивают, и мы уже не знаем, насколько можно рассматривать эти клетки как те же клетки, которые работают в реальной нервной системе. А здесь это свежеизолированный нейрон, да, есть преимущество. Наши студенты, кто-то из них остался с нами, кто-то ушел. Спасибо большое. Ждем вас здесь снова с новыми результатами с удовольствием, но пока не прощаюсь. Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я обнаружила интереснейшую статью, и в ней речь шла о модуляции пищевого поведения микробиомом. Статья была опубликована от Current Biology немецкими учеными из университета Киля, их объекта была гидра, но они там экспериментировали, они сделали гидру вообще без микробов в кишечнике, да, в пищевой, в пищеварительной системе. Вот очень, если коротко, у гидр с нарушенным микробиомом менялось пищевое поведение. Они сделали так, что превалировал один только рот, бактерия, называется корвибактер, и вот гидры только с этим микробом у них нарушалось поведение, столько они не могли есть, они с трудом открывали рот, тут у них были трудности. Потом, когда возвращали бактерии, свойственные кишечнику гидры, всё устанавливалось, всё нормальное пищевое поведение. Выяснилось, что дело в глутамате. Глутам, значит, производится глутамат этим корвибактером, и когда его много, когда он в избытке, там блокируется, разевание рта, а когда возвращают остальные бактерии, они этот глутамат просто потребляют, и нейроны работают слаженно. Но, что меня впечатлило, авторы говорят, что они открыли новое направление в исследованиях поведенческой модуляции, а именно поведенческая модуляция в связи с микробиомом организма. Вы согласны с таким громким заявлением? Да, я, конечно, согласна, потому, как сказать, это на самом деле очень модное направление. И то модное, и это модное, и микробиом модный, и поведенческая модуляция. Конечно. Но дело в том, что ведь это же не только на гидре, это сейчас область, которую активно изучают и на насекомых, и на грызунах тоже. Действительно, но даже считается, что сейчас есть, например, направление, которое изучает связь микробиома кишечника с нейродегенеративными заболеваниями. То есть, да, конечно, когда речь идет об организме, то, в общем, все, кто живет в этом организме, оказывают на него очень сильное влияние. Это и микробиомы, паразиты, между прочим. Паразиты тоже, это еще одна область и ромодуляция. То есть, то, что творят паразиты организму, это совершенно удивительная область, тоже ей можно посвятить отдельно. Но я вот обнаружила нашу работу российскую с токсоплазмозом и влияние как бы токсоплазмозом на поведение. Нет, ну, есть вот эта классическая история, тоже очень популярная во всех новостных каналах, она была про то, как паразиты кишечников заставляют их идти и топиться, потому что следующая стадия у этого паразита связана с водной средой, поэтому они активируют поведение, то есть, они действительно модулируют поведение, да, это тоже пример в общем поведенческой модуляции, таким образом, что животное совершает самоубийство фактически в угоду своему паразиту. Ну, все это очень интересно и мы действительно будем рады видеть вас снова. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.